А в городе Героя Севастополя встретили из похода подводную лодку «Великий Новгород». В родную бухту она прибыла впервые после включения в состав Черноморского флота. Так вышло, что первым команда получила боевой приказ – уничтожение террористов в Сирии. Виталию Каченко уже удалось побывать на субмарине, осмотреться в отсеках и оценить, как на ней несут службу. С развивающимся Андреевским стягом «Великий Новгород» впервые заходит в порт постоянной приписки «Путь домой». В Севастополь занял более двух лет. С Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге новейшая подводная лодка сразу заступила на боевое дежурство. Дома встречают торжественно и с оркестром. Приехала даже крестная мама подлодки из города, чье название выбито на верхней палубе. Конечно, мы переживали это чувство и гордости, но больше, наверное, все-таки переживаний. И молились, молились за них, чтобы все было удачно. Экипаж прошел Балтику, Средиземное и Черное моря. Позади более 15 тысяч морских миль. Расстояние почти кругосветного похода. Увидеть в одном строю сразу несколько подлодок этого класса – редкая удача. Великолепная шестерка Черноморского флота. Это каждая такая субмарина-красавица в длину более 70 метров в высоту, как пятиэтажный дом. На своем борту она несет грознейшее оружие. Крылатые ракеты-калибр, которые способны поразить любые цели из любого положения. И сейчас мы впервые спустимся в отсеке Великого Новгорода. Вот сейчас мы спускаемся в верхний рубочный люк. Он довольно-таки длинный. Хочу вам сказать, что нужно быть очень скромной комплекцией, чтобы здесь свободно пройти. Вот находясь сейчас здесь, в машинном отделении, я прекрасно понимаю, почему эту подлодку называют бесшумной. Посмотрите, работают две дизель-генераторной установки, а шума по сути никакого. Но хочу вам сказать, что заметно жарко. Это центральный пост подводной лодки «Великий Новгород». На этих мониторах вся информация о ее состоянии. По сути, это сердце управления подводной лодкой. Вели наводку и производили точечные удары по объектам террористов Сирии именно отсюда. За стрельбой ракетами, выпущенными из-под воды, следил весь мир. Подлодки «Великий Новгород» и «Колпино» осенью 2017-го суммарно выпустили около трех десятков калибров. Из подводного положения. Экскурсию по «Великому Новгороду» родные подводников запомнят надолго. Гражданских на борт пустили впервые. Да вы только на секунду, представьте. Вниз вообще смотреть нельзя. Такое чувство, что сейчас сорвешься по этим ступенькам, трапу. Даша, лови Кирилла там где-нибудь. Ага, Даша, лови. Командиру моторной группы Константину Водопьянову сперва пришлось отвечать на вопросы своего семейного экипажа. Двух дочерей и старшего сына. А зачем это? Папа, пойдем к нам. А это что? Видишь, какие шахты там. Обнять младшего и всю свою большую семью удалось только на берегу. Я очень рад. Папа. Аж лов нету. Папа. Все хочется обнять. Эмоции, они зашкаливали. Больше всего это была, конечно, гордость. Гордость за то, что у нас наконец-таки возобновляется вот эта строительство таких лодок. Гордость за страну. Гордилась, конечно, своим мужем, что он там, что они выполняют эту задачу. Защита все-таки Родины. Лучшим командующий Черноморским флотом вручил государственные награды во время первого боевого похода. Экипаж со всеми поставленными задачами справился на отлично. Виталий Каченко, Юрий Ламзин и Виктор Васин. Первый канал. Севастополь.